Парламент Украины сегодня принял закон, который вызывал ожесточенные споры все последние дни. Речь о документе, позволяющем киевским властям вводить санкции против России, в том числе в области транзита газа. Само голосование в зале заседания Верховной Рады прошло относительно спокойно, а вот в кулуарах кипели страсти, была даже драка. Максим Семен с подробностями. Заседание Верховной Рады сегодня началось с конфуза. Выяснилось, что у народных избранников нет таблицы с поправками к самому скандальному закону, который был вынесен на обсуждение о санкциях против России. Судя по всему, большинство депутатов до последнего не знали, за что им предстоит отдать свои голоса. У нас на сегодняшний день, на данный час нет материалов, за что мы будем голосовать. Я прошу вас дать поручение секретариату размножить таблицу к этому чтению, чтобы мы просто могли на нее посмотреть. Документ в итоге раздали. В возмутительном спокойствии, как часто случалось и прежде, стал депутат-националист Олег Лешко. Он пообещал, что если оппозиция продолжит упрямиться и не будет голосовать так, как надо, то ее просто вышвырнут из зала заседаний. Ни коммуняки, ни регионалы, ни фракция за мир и стабильность не имеют морального права сидеть тут, в Верховной Раде. Так что, если вы, паразиты, сейчас не проголосуете, мы вас вынесем на виллах. Слава Украине! Оппозиция все же проголосовала против, но это не помогло. Закон был принят. Эксперты считают, что этот документ теперь ударят прежде всего по самим украинским гражданам. Он позволяет исполнительной власти без решения суда применять 25 видов санкций. Среди них арест активов физических и юридических лиц, запрет любой деятельности на территории Украины, запрет на въезд и перемещение. Кроме того, киевские власти теперь смогут на основании этого закона останавливать транзит ресурсов через свою территорию, включая транспортировку газа. Мы получили фактический законопроект, который устанавливает диктаторские права для президента в лице Совета национальной безопасности и обороны. Просто диктаторские. В зале заседания Верховной Рады сегодня было относительно спокойно, зато страсти кипели в кулуарах. Олег Лешко попытался таки исполнить свою угрозу и вступил в перепалку с фнефракционным депутатом Александром Шевченко. Лешко посоветовал коллеге отправиться воевать на Донбасс. Закончилось все дракой. Другие депутаты попытались разнять дерущихся. Потасовка вновь переросла в перепалку. Но ненадолго. Шевченко хотел уже было уйти, но Лешко все никак не мог остановиться. В итоге внефракционный депутат ударил депутата радикала по лицу. Лешко подхватили стоящие рядом люди и только поэтому он смог удержаться на ногах. Помимо закона о санкциях, Верховная Рада приняла сегодня в первом чтении еще один скандальный законопроект алюстрации. Официально он называется законом об очищении власти. Чистить предлагается в том числе и по принципу, занимал или нет тот ли мой чиновник определенные посты в прежние времена. В статье 4 говорится, что не пройдут проверку, например, те, кто до августа 1991 года состоял в Компартии и комсомолии на руководящих должностях, вплоть до уровня областных комитетов. Как ни странно, но под этот пункт подпадает, скажем, даже нынешний спикер Рады Турчинов. Он в конце 80-х годов, в прошлом столетии, работал заведующим отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. И сегодня же народные избранники приняли поправки в закон о газотранспортной системе. Теперь 49% ГТС страны могут продать западным инвесторам. Оппозиция также выступала против этого, но ей сегодня просто не дали высказать свое мнение. Это означает, что мы даром отдали американцам нашу газотранспортную систему, если бы мы пригласили в акционеры Болгар, Румын. Принятые сегодня в Киеве законы уже вызвали недовольство некоторых европейских политиков. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фитца заявил, что следует подготовиться на случай перебоев с поставками газа. По его мнению, Украина принимает решения, которые могут навредить ЕС.